А теперь подробнее об этих и других новостях. В Королёве состоялся ежегодный конкурс среди работников жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии». В честь городского округа Люберцы отстояли сотрудники ЛГЖТ. Представители управляющей компании привезли с региональных соревнований несколько призовых мест. Наша съёмочная группа поддержала участников. Вперёд к победе! С таким настроением сотрудники ведущей управляющей компании «Люберец» приехали на областной конкурс «Лучший по профессии». Задача непростая – не изменить традиции и вернуться в городской округ с триумфом. Бессменная площадка для проведения конкурса «Техникум имени Королёва». Межрегиональный центр компетенций занимается подготовкой молодых специалистов, рабочих и инженерных профессий. В этом году организаторы проекта решили провести батл между воспитанниками учебного заведения и участниками конкурса. У нас будет шесть основных направлений, по которым будут идти конкурсные мероприятия. Это сварщики, электрики, сантехника и отопление, техники по управлению многоквартирными домами, маляры и плотники. За первые места мы даём оценку квалификации в подарок сотрудникам жилищно-коммунальной сферы. Это уникальное свидетельство, которое находится в Росреестре. Все сотрудники, прошедшие оценку квалификации, получают данное свидетельство на три года. Для каждой категории подготовили отдельные площадки. Задание маляров – сделать фреску на скорость. На выполнение дали ровно час. Сотрудница ЛГЖТ Елена Дроздова участвует в конкурсе уже в третий раз. Справилась не раньше всех, но её работа аккуратнее. А за этот критерий судьи дают наибольшее количество баллов. Задания, конечно, здесь всегда сложные. Учитывая то, что люди все сюда приезжают с опытом работы, выдвигают как бы первых из первых, доверяет организация. А в соседнем помещении, где соревнуются плотники, супруг Елены Сергей Дроздов, тоже сотрудник ЛГЖТ. Его миссия – смастерить синичник. Задание организаторы выбрали не случайно. Оно приурочено к Международному дню птиц. Здесь операции тоже присутствуют, столярные. Им сначала нужно сделать разметку, просверлить отверстие, зенковку сделать и скрепить его, все детали между собой. Самое главное – это габариты, высота, длина, ширина. На создание домика для птиц дали полтора часа. Сергей справился быстрее всех. Его результат – 40 минут. Это не особо сложно, не особо простое. Мне кажется, ее нету конкуренции. Просто они чуть медленнее, а я пока быстрее. Вот они доделывают, но я уже сделал. В общей сложности конкурс продлился больше двух часов. Все участники проекта показали свое мастерство и узнали результаты. Семейная пара ЛГЖТ стала победителем в своих направлениях. Елена и Сергей Дроздовых признали лучшими по профессии. Эмоции за край. Мы рады, что наша организация впереди. ЛГЖТ, Люберцы. Чемпион. Коллега, разрешите вас поздравить. Надеялись, надежда всегда здесь. Слезы радости. Электрик Александр Семенов и сантехник Нариман Ильясов завоевали на конкурсе третьи места. А мастер строительных работ Александр Родионов взял серебро. И это еще не все трофеи управляющей компанией ЛГЖТ. Наше предприятие заняло первое место по борьбе с ликвидацией последствий ковида. И также еще нас наградили почетным кубком. Также по организации работ по управлению многоквартирными домами в период пандемии. Это большая работа, которую выполнял большой коллектив, который он выполнял с полной отдачей. Приятно получать такие заслуженные награды. Уиза Игязырян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.